Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Архангельская область в 2014-м стала большой съемочной площадкой. Фильмы снимали и наши земляки, и именитые режиссеры. Подробности у Ирины Андреяновой. Архангельская область в этом году превратилась в съемочную площадку. Про Белые ночи почтальона, конечно, все слышали. Простой сотрудник Почты России Алексей Трепицын театральных академиев не заканчивал, но ему повезло, как не каждому профессиональному актеру, поработать с легендарным российским кинематографистом Андреем Кончаловским. Имя почтальона из Плесецкого района узнали даже в Каннах. Режиссер удивил деревню, приехав туда со съемочной группой. А потом удивил весь мир, рассказав о жизни Архангельской глубинки, рядом с которой ракеты отправляются бороздить космические просторы. Игровой фильм и документалистика, народная комедия и эротическая драма. Жанр фильма однозначно определить очень сложно. Где Алексей Трепицын актер, а где он настоящий, четкой грани и сам почтальон провести не может. Алексей Васильевич, вы действительно играли самого себя в фильмы? Нет, там, как бы сказать... Что касается профессиональной деятельности? Это, ну, как бы сказать вам правильно. Ну, частью есть такое, да. Что-то сходится. Ну, там мало что придумано. Там почти жизнь наша. Зачем выносить ссоры из избы, да еще и в такое сложное для страны время, возмущаются противники фильма. Но разве там рассказано неправда, отвечает им лагерь поклонников. Так и живем. Ракеты запускаем, а в деревнях разруха. Люди пьют, дерутся и ругают судьбу. Если запретить матюгаться, которые ко всем привыкли, и получился бы не мой фильм, мне кажется. Потому что еле такой замкнутый, потому что начал бы говорить, вместо матюга слова бы искал, думал. И получилось такое торможение. А тут два слова, два раза врезал, слово вставил, предложение есть. Но со своей малой родиной они связаны всем, и какой бы она ни была, оставить не могут. Эти люди и есть родина. Не все знают, что «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына далеко не единственный фильм об Архангельской области, созданный в этом году. Выразить любовь к родной земле в кинокадре стремятся не только профессионалы, но и любители. Педагог пинежской школы Ольга Тарасова написала проект «Неведомое пинежье», который победил во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел» и получил грант. На полученные средства Ольга и пинежские школьники сняли фильм «Где обитает счастье», который рассказывает об истории пинеги устами самих пинежан. Еще решили этот проект запустить, потому что, к сожалению, молодежь не стремится возвращаться к нам, а нам хочется, чтобы молодежь возвращалась. Я сама, еще пока себя причисляю к молодежи, мне очень нравится. Там я никуда не хочу оттуда уезжать. И, наверное, не только потому, что это моя родина, а потому что там просто классно, там очень хорошо, душа отдыхает. Северные пейзажи заинтересовали московских документалистов. Летом на юге области снимался фильм «Атлантида русского севера». Фильм о возрождении православия в поморских деревнях. Все участники съемочной группы – профессионалы, работали на телевидении и в документальном кино. Более того, многие из них вот уже много лет своими руками реставрируют архангельские церкви. У картины нет спонсоров, все деньги на съемки собраны в интернете. Красоту русского севера, русских людей и их веры авторы фильма хотят представить западному зрителю. Про русский север на Западе знают очень мало. Такие каналы, как BBC, National Geographic делают большие кинопроекты о самых разных уголках. Но действительно глубоко понять культуру русского севера может только русский человек, только русская съемочная группа. И наше везение в том, что мы можем проникнуть глубже, потому что мы работаем здесь с церквями. Мы давно работаем здесь с людьми, мы давно их знаем и они нас знают. А молодой режиссер Мария Лойтер представила взгляд на Россию из-за границы. Девушка с отличием закончила обучение в лондонской школе кино и приехала в Архангельск представить свою дипломную работу под названием «Ледышка». Действие фильма происходит в самой обычной школе Архангельска. Это история о подростках, о поиске и одиночестве, о дружбе и предательстве. Главная героиня – 14-летняя девушка Аля, которая в этом сложном и несправедливом мире ищет любви и защиты. Мне почему-то проще этот фильм показывать для иностранной публики, чем для нас, для русских, особенно из Архангела Городцев. Потому что там я, может быть, знаю, что для них это все какая-то экзотика, что-то необычное. А здесь я должна быть еще более честной, что ли. Поддался магии кино и сотрудник нашей телекомпании – графический дизайнер Василий Подоницын. Он начал подготовку к фильму о Великой Отечественной войне. Съемки запланированы на лето следующего года. В основу фильма «Последняя атака» ляжет реальная история о первом на севере героя Советского Союза – пулеметчике Василия Кислякове. В боях на реке «Западная лица» в течение семи часов он в одиночку удерживал позицию, отстреливаясь от фашистов. Для меня главный герой, как ни странно, но прежде всего тезка. Его тоже зовут Василий. Поэтому, конечно, я провожу некие параллели. Каждому хочется гордиться, представлять себя в каком-то геройском образе. Я считаю, что если его подвиг действительно реальный военный подвиг, то подвиг в моем лице – это будет сделать эту картину. Сниматься в фильме нашего энтузиаста Василия будут студенты и участники клубов военно-исторической реконструкции. А актер на роль главного персонажа еще не выбран. Так что любой житель Архангельска в следующем году может попасть в кинокадр. Юлия Майданова, Новости 24, Архангельск.